Приветствую вас. Письмо ваше получилось достаточно длинным. Я бы хотел, наверное, обратить внимание на некоторые аспекты, которые мне показались важными. И это, собственно, как направление для, возможно, вашей работы над собой. Потому что, ну, я надеюсь, понятно, что с такой симптоматикой, как у вас, за один ответ каким-бы грамотным, каким-бы обширным он не был, справиться не получится. Итак, значит, у вас все было хорошо. Вы работали на заводе, у вас жена, дочь, все было здорово. Были бытовые проблемы, но они не имели силы, с легкостью они выяснили, справлялись. Постепенно все же шло на нет, после пяти лет брака и в течение прелившего года началось. Медленно и подрастающие стали проявляться приступы агрессии. Видите ли, сначала я бы рекомендовал вам пройти обследование медицинское. Для того, чтобы, я бы рекомендовал вам пройти обследование, дабы исключить физиологическую сторону вашего вопроса. То есть, вполне вероятно, что у вас есть какое-то заболевание, которое диктует такое поведение. Так бывает. То есть, если у вас ничего не предвещало, вообще говоря, наличие такого поведения, то есть, у вас все было хорошо, ничего не изменилось ни в отношении к женой, ни на работе, ни в отношении вас к самому себе. Ничего не менялось. И вдруг постепенно начала проявляться агрессия, причем медленно, но подрастающей. То очень здорово это напоминает болезнь. И в определенные моменты, когда вы напряжены с людьми, которые вам выгодны, вы контролируете себя, но стоит вам чуть-чуть расслабиться, и тут же агрессия проявляется. Кто-нибудь это физиологическое болезнь. Пройдите полное медицинское обследование. О том, что вы его не прошли, вы не сказали. Соответственно, это первая рекомендация. Второе. Далее, на что следует обратить внимание, то, что вы называете это депрессией. И вы здесь ошибаетесь. А депрессия это психическое заболевание, которое диагностируется врачом, и которое проявляется так совершенно по-другому, нежели чем у вас. Я не буду раскрывать подробности, потому что вряд ли вам это интересно, но поверьте мне, депрессия к вам отношения не имеет. Кроме того, вы не врач сами, чтобы ставить себе диагноз. Пока диагноза нет, нельзя говорить о том, что у вас депрессия. То есть не пытайтесь вести на себя определенный ярлык. Дальше. Дальше вы пишите о том, что у вас начались приступы агрессии, агрессии уволились с работы, ругались с начальством, ушли в бизнес. А сдал злее агрессии, больше ругаются. Значит, как я понимаю, бизнес не является причиной агрессии. То есть бизнес стал, может быть, катализатором ее. Ну, то есть это нервное напряжение, возможно, стресс. То есть катализатор, усилитель. Но вряд ли это причина. Вряд ли это причина, потому что началось это раньше. И здесь я бы хотел дать определение агрессии, наверное, такое одно из определений агрессии. Значит, это негативная энергия, которая проявляется вследствие наличия внутренних конфликтов, внутренних противоречий, которые есть у вас. Эти внутренние противоречия. Внутренние противоречия, они могут быть как иначальными, то есть врожденными, то есть как бы идущими с вами по жизни самого маленького возраста, и проявившие себя только сейчас. То есть тут нужно вот определить прямо, с какого момента у вас это началось, что непосредственно предшествовало этому, какие у вас превалировали мысли тогда, когда это только начиналось. Я думаю, что в этом и кроется проблема. Агрессия также может быть вследствие и приобретенных каких-то противоречий, и тогда нужно анализировать, что нового появилось в вашей жизни, в ваших мыслях, в ваших взглядах, в ваших психических и эмоциональных состояниях в тот период, причем лишь в тот период снова из негатива. То есть может быть вы начали ощущать себя более ответственным, может быть вы, вот когда вы сказали, что вами гордились и многие завидовали, может быть вы поняли, что должны соответствовать этим ожиданиям, и когда вы ощутили только, что эти ожидания не оправдываются, то вы тут же начали бояться того, что вам завидовать зря, начали сомневаться в себе и ощущать свою недооцененность, может быть неполноценность. Если так, то с этим нужно разбираться. То есть, например, почему вы, как вы воспринимаете зависть других людей, чем эта зависть обусловлена и так далее. Но уже сейчас я могу сказать, что люди всегда обращают внимание на внешний фактор, на то, что они видят на поверхности. При этом обращают внимание на то, что есть внутри. Все люди ведутся на внешнюю оболочку, не желая смотреть на то, что они. И если вы стали движимыми вот этими ожиданиями этих людей, соответственно, вы тут же потеряли себя. Но почему-то вы эти ожидания людей сделали своими, и вот что заставило вас это делать, почему ожидания людей в этом случае, почему ожидания людей для вас важнее, чем ваша семья, с этим еще предстоит разобираться. Конечно, вполне возможно, что вы просто-напросто устаете. То есть, в течение пяти лет вы жили очень напряженно, как я понял, от зарплаты до зарплаты. И, собственно, вполне вероятно, что вам очень тяжело. Вы уставали, не отдыхали, и тогда, если вам действительно это близко, то я бы рекомендовал научиться правильно расслабляться, правильно организовывать свой досуг, чтобы тело ваше и разум отдыхали. Так же, есть вопрос ответственности. То есть, вот, вы учили, когда работа, сам стал скрутиться в бизнесе, у вас ничего не получается, вполне вероятно, что вы испытываете чувство вины. Чувство вины, наверное, на общество, соответственно, от него тоже нужно избавляться. Если вы считаете, что ваша жена работает на плохой работе, то делайте так, чтобы она уволилась оттуда, чтобы она не страдала. Сами начните работу где-нибудь, но при этом не добраться на свой бизнес. Так же, вполне вероятно, вам необходимо пройти некие какие-то тренинги по бизнесу, чтобы лучше понимать, как его вести. Далее, вы пишите, значит, мое нервное напряжение, не знаете ли вы, связано ли это с нехваткой денег или сексуальным напряжением. Нехватка денег у вас была и раньше. Я понял. И тогда ваша жена не работала еще. И негваткой денег вы справляли. Значит, что-то другое. Сексуальное напряжение. Вы об этом говорите очень скользко, но вообще-то это очень важно. Почему она у вас есть, почему не получает разрядки, что вам мешает, есть ли у вас проблемы с супругой. Если есть, то какие, это тоже нужно разбирать. Дальше. Собственно говоря, если вы приводите пример полного человека, который ест, но нельзя есть, то полный человек едой пытается закрыть ту пустоту, которая у него есть. Едой человек пытается получить то, что у него нет. Едой человек пытается получить то количество эндорфинов, гормонов радости, которых ему не хватает, которых он не получает от любой другой деятельности. Также еда помогает человеку почувствовать себя защищенным. И вопрос заключается в том, от чего пытаетесь защититься вы. Это вероятно от вот этого самого завышенного ожидания, о котором идет речь. И если так, то с этим нужно разбираться. Ваша проблема, она вполне решаема. Но нужна работа с вами. Понимаете, нужна аналитическая работа с вами. Без аналитической работы, к сожалению, не получится определить истинные причины. И самое главное, что вы не принимаете себя таким, какой вы есть. И вот это, наверное, то, с чего нужно начать в первую очередь. Принятие себя таким, какой вы есть. То есть принятие в себе определенных моментов. Как раз таки разрешение определенных противоречий в себе. И тем самым снижение напряжения внутри вас и затухание агрессии. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.